Здравствуйте, меня зовут Елена Георгиевна, я работаю в единисском сети клиник Мегастон. А вы можете предположить, что бывает, если не снимать зубные отложения или делать это нерегулярно. Практика показывает, что регулярно проводят профессиональные видео полоспорта люди старше 40 лет. То есть это те, кто уже прошел многие этапы лечения, это лечение морского навыкореза, подалимую зубовскую имплантацию. А вот молодые люди возраста до 40 лет составляют всего лишь 3 до 6 часов пациентов, проводящих профессиональную гигиену полоспорта. Если ваша самая большая мечта видеть как можно реже зубного врача и в то же время иметь здоровые зубы, здоровые весны и свежие дыхания, иметь возможность смело и открыто улыбаться без стеснения общаться в любом обществе до регулярного проявления профессиональной гигиеной полоспорта вам не избежать. Некоторые наши привычки, которые на первый раз к нам кажутся юлиными, например, в фокуре или в нерегулярном уходе полоспорта, в итоге могут привести к серьезной проблеме, то есть адресованию, вредного камня и налета. Современный помощник гугл вам подскажет множество вариантов, как сохранить у наслежную грудь и домашние услуги. Будь то, сода, алоуэльфьера, кожура абельсинов, сломена, кунжута, розмарин, яблоко и жир. Но это далеко от качественной профессиональной и чистки зубов. Да, вы безусловно можете воспользоваться любым рецептом, но вы уверены, что пытаясь самостоятельно справиться с назревшим проблемой, вы охватите все зубы, все поверхности зубов и не навредите самолечению. На самом деле есть две вещи, которые стоит беспокоиться. Это налет и зубной камень. Зубной камень – это как коров, в котором живет множество бактерий и коков. При скоплении зубных отложений изменяется по аж полусерта, начинают размножаться патогенные бактерии. И это всего лишь начало проблем, таких как неприятного запаха из полусерта, бюлевита и корица. Если и если не провести комплекс мероприятий, направленных на устранение первых признаков заболевания, то можно получить комплекс осложнений в библиотвитах и коридоритвитах. Чтобы не допустить этого и сохранить безупречное состояние полусерта, рекомендуем проводить профессиональную гибель полусерта каждые 3-6 месяцев. Комплекс начинается с осмотра пиоцентриклинической картины, определения крови в лицо. Затем проводится ударение зубных отложений в 3 этапа с использованием ультразвуков, аэрофлот и немаловажный запрещительный этап – это полировка зубов пастой, щеткой и рисунками для создания гладкости поверхности. И еще раз напоминаю, профессиональные пикеты полусерта у нас находятся каждые 3-6 месяцев. До встречи!